Привет, друзья, и добро пожаловать! Большое спасибо, что зашли. А я сегодня буду рассказывать о средствах для создания гелевого маникюра в домашних условиях, представляете? От компании Essence. Они на этот раз не очень заморачивались с названием и презентуют нам линейку с простым, незамысловатым гель Nails at Home. Ну, то есть гелевые ногти дома. Друзья, я не буду показывать вам подробно, как я, собственно, этот маникюр создавала. Всё по одной простой причине. На официальном сайте Essence вы уже можете найти суперпонятную видеоинструкцию о том, как сделать этот маникюр, и вы не ошибётесь, я использовала именно её. Сегодняшний ролик я снимаю для того, чтобы, во-первых, сориентировать вас по ценам, во-вторых, рассказать вам о стойкости этого маникюра, ну и, конечно же, первые впечатления о средствах, купленных мной из этой линейки. Друзья, если вам интересно, то оставайтесь. Итак, первое, без чего праздника и никакого гелевого маникюра не получится, это, конечно же, лампа. Лампа для сушки ногтей. Может быть, вы раньше занимались наращиванием, тогда с большой вероятностью у вас уже есть такая штука. Но я раньше ничем подобным не промышляла, и вот лично мне было очень приятно в обыкновенном магазине подружка рядом с моим домом найти этот гаджет. От компании Essence, причём по совершенно не завышенной, ну, согласно моим статистическим исследованиям, цене в 1300 рублей. Я даже специально сохранила чек от этой покупки для того, чтобы не быть голословной. И Essence предлагает нам лет лампу или лампу на LED технологиях. Честно говоря, я не очень в этом понимаю, но всё-таки постараюсь вам объяснить, но, по крайней мере, констатировать факт. Итак, она содержит в себе 28 маленьких таких лампочек, фонариков. Ну, полагаю, что они называются светодиодами. И вот они все вместе выдают, а, может быть, потребляют, 3 ватта. Но важно, что 3 ватта в LED равны как минимум 36 ваттам в обыкновенной UV лампе, потому что время сушки не больше, оно, скорее всего, даже меньше, чем в обыкновенной 36 ваттке. Здесь длина волны другая, светопоток мощнее. В общем, я надеюсь, что у вас есть знакомые физики для того, чтобы они вам это объяснили более точно, более интересно. И что касается дизайна лампы, пожалуй, это единственный объективный параметр, который я могу здесь оценить. Она очень даже хорошенькая, компактная, а также содержит кнопку таймера, который включается как раз на нужную нам минутку при просушке каждого гелевого слоя. А про все остальные средства для создания гелевого маникюра от Essence давайте я расскажу очень быстро и оптом. Во-первых, это клинзер. Штука для снятия жирного, на то, что в меру называется, липкого слоя с каждого гелевого слоя, высушенного в лампе. Но я абсолютно точно знаю, что ее с легким сердцем можно заменить на любое цитоносодержащее средство для снятия лака. А вот следующим шагом я, напротив, не стала бы пренебрегать. Казалось бы, обыкновенная прозрачная водичка называется праймер, но она выполняет очень важную функцию. Функцию сцепления гелевого покрытия с вашей ногтевой пластиной. И для того, чтобы маникюр не запузырился, для того, чтобы он не стал отходить раньше времени, искренне рекомендую ее приобрести. Эти вещи обошлись мне в 139 рублей каждая. Ну и, конечно же, две волшебные бутылочки с непосредственно гелевыми составами, которые мы как раз и будем сушить в лампе, кстати, по 200 рублей каждая. Во-первых, это базовое покрытие с пометкой peel-off. Это говорит о том, что когда наш маникюр нам надоест или просто придет негодность, больше не нужно отмачивать его в ужасных, разъедающих все вокруг химических средствах. Гелелак удалить с ногтей, теперь можно просто аккуратненько поддев его какой-нибудь лопаточкой, и он отойдет просто единой пленочкой, просто-таки самоустранится. Ну, друзья, я хочу сказать, здесь еще нужно ставить серьезный эксперимент. Во второй баночке обыкновенный топ-коут, такое прозрачное верхнее покрытие. Также в этой линейке выпущен топ-коут с пометкой French. На мой взгляд, это не совсем прозрачное покрытие, такое немножко замутненное, но лично меня на данный момент оно не заинтересовало. Возможно, в дальнейшем я его тоже куплю. Если же мы с вами хотим создать цветной маникюр, то между слоем базового и топового покрытия мы должны нанести один или несколько слоев цветного лака. Ясное дело, инструкция говорит, что все это сработает исключительно с лаками от Essence. Я больше чем уверена, что с любыми сработает, но в первый раз для чистоты эксперимента решила взять все-таки Essence. И нанесла вот такой оттенок номер 113, называется Do You Speak Love. Потрясающе, ничего подобного еще не было в моей лаковой коллекции. На мой взгляд, это цвет такой перезрелой черешни. Второй, который я взяла на этот раз в подружке, 111 номер, называется English Rose. Цвет такой грязной припыленной розы, но с ним я буду экспериментировать в следующий раз. Собственно, сам маникюр на третий день носки выглядел вот так. На камеру я, конечно, не засняла, заленилась, зато заинстаграмила, может быть, вы видели. И вот таким стало покрытие на ногтях спустя 10 дней. А говорю, что как минимум один раз в день я мыла посуду и хотя бы три раза в течение этого времени стирала на руках какие-то предметы гардероба. В целом скажу, что я очень довольна, и если оценивать, это, наверное, четверка из пяти. Сама себе за такую цену я бы порекомендовала этот набор. Короче, друзья, я надеюсь, что вам было интересно со мной сегодня. Я желаю вам хорошего дня, прекрасного настроения, замечательной недели. Надеюсь, увидится с вами в моих следующих роликах. Целую крепко, обнимаю, до новых встреч. Пока-пока.